Связано отсутствие Плотникова, насколько серьезна его травма и какого состояния тоже у Гарапевшика? По Гарапевшику пока тяжело сказать, что травмировано, почему там удар, подвздошная кость, удар ушит подвздошной, скорее всего, кости, но это только будет ясно завтра. И Плотников Макс, ну, скажем, неудачно на колену приземлился, и, как я говорю, это такие травмы, они мелкие, небольшие. Я думаю, что он уже будет скоро в строю. Ну, хочу поздравить еще одного футболиста. Это человек, которого мы взяли с детской школы две недели тому назад. Ну, вот, понимаете, что такое, что произошло? И наш воротарь своего не сыграл великолепно. Это была его первая игра за основной состав Минского Динамо. И, оказывается, в детской школе можно найти хорошего игрока. Просто нужно хорошо смотреть. Что касается игры, я бы поздравил команду «Энергетик» с ее главным тренером Артемом Радьковым, который растет в хорошего тренера, я знаю, хорошо ведет работу учебно-тренировочную. Именно он вырастает хороший тренер, который создает хорошую команду. Но по игре, ну, скажем так, можно так сказать, что здесь игра играла с того забитого. Ну, все время качели, качели, качели. Кто кого переиграет. Мы понимали, куда соперник будет играть, и соперник понимал, куда будем мы играть. Все могло, ну, в любую сторону качнуться. Поэтому, в принципе, такой матч очень напряженный, очень хороший тактический. Тактический, грамотно обученная команда, наконец-то. Ну, ничего, будем двигаться дальше и искать таких, как Шапко, вратарей. Еще вопросы? Продолжение темы. А почему вообще выбор попал на Шапко, если есть Рудинок и Шпаковский? Почему? Почему не Шапко? По игровым качествам. По игровым качествам. Ну, понимаете, есть такое понятие. Я вижу, вы не верите. Ну, вот, вы не видите, увидели первый раз. Ну, я же тренер, а вы просто журналист. Ну, понимаете? Такое есть выражение. Поэтому, скажем, было какое-то опасение. Но, когда ты наблюдаешь за человеком, ну, в принципе, каждый день, как он работает в воротах, как работают с вратарями тренера. А ты понимаешь, кто имеет на право занять это место? Всегда Минская Динамо славилась своими вратарями. Еще со времен Глухотка там, понимаете, там были такие вратари. Вергеенко, Курбыка. Ну, сейчас немножко такая вообще в Беларуси вратарская школа потеряна, честно говоря. Чтобы вы понимали, я там фактически просмотрели уже всех вратарей. Начиная с высшей линии всех. Дублирующих составов и первой линии. У всех одни и те же ошибки. У всех как под копирку. Это говорит о том, что потеряна какая-то часть методики подготовки вратарей. Ну, вот наши вратаря, мальчишка, честно говоря, свалился нам на голову. Случай помог. Начали смотреть всех вратарей школы, начиная с 16 лет. Вот поэтому я хочу его поздравить. Я просто рад за него. Это вратарь минского динамо. Есть вопросы? Дайте сказать кому-нибудь еще. Еще раз продолжение тоже темы тогда про Шавкова. Следующая игра с Батте. Хорошо сыграл, но вот вы говорите, есть опасения. А следующая игра вообще против Батте? А какое имеет значение против Батте или энергетика? Вот вы мне скажите. Больше опасения или нет? Больше переживания. Сегодня, так, я сказал бы, какие опасения сегодня. Ну, человек, ну, с листа. Вот вчера он еще не планировался, утром уже был в составе. Ну, уже с утра было принято решение. А вчера еще. И для него это было даже неожиданно. Психологически очень уверенно. Все человек очень уверенно. Ну, ничего, еще подготовимся. Великолепные физические данные. Великолепно. Это для вратаря. Вратарь сейчас должен... Смотрите на вратарей Италии, Германии, Англии. Найдете где-нибудь. Рост там метр восемьдесят пять. И очень психологически уравновешен. Ну, хватит эту тему. Я его поздравил. Идем дальше. Кто будет следующим, как говорится, стоять в воротах и играть в воротах, мы еще не знаем. Есть вопросы, а не про вратарей? Ну, да. А то все, Сергей Федорович. Микрофончик, можно? Какой-то пресс был. Винствен славич, в связи с тем, что вы сегодня соперничали с хорошо вам знакомым Анатолием Юревичем, был ли этот матч для вас немножко необычный? Ну, вы знаете, на скамейке руководил Радьков. Вы понимаете, я привык смотреть, наблюдать за командой и за тренером, который руководит на скамейке. Чем необычный? Да каждый матч необычный для меня. Я никогда не делю матчи на какие-то второстепенные, не второстепенные, понимаете? С Анатолием Юревичем нас связывала какая-то часть жизни, но мы с ним уже 17 лет не работаем. За 17 лет я с ним, ну, общался раза три, и то сдалека. Ну, чтобы вы представляете. Поэтому здесь какое-то, да, мы прошли какую-то часть жизни, интересную часть жизни вместе, понимаете. Прожили, когда менялась методика подготовки в белорусском и вообще в подсоветском пространстве. И каждый пошел своим путем. Толий Иванович пошел своим, я пошел своим. Каждый из нас, наверное, сделал очень многое. Ну, я еще один тогда вопрос задам. Вы много сказали про молодых вратарей, в принципе, про молодых футболистов. Как вы относитесь к планируемому в следующем году лимиту на... Ну, скажу так, неважно. Знаете почему? История показывает и рассказывает, что произойдет падение уровня чемпионата. Не надейтесь, что оно повысится, что произойдет падение уровня чемпионата. Почему? Потому что я сам играл, когда включали двух молодых состав. И знаешь, что дальше будет происходить. 2000-й год через год 2001-го. А куда ты будешь девать 2000-й год? Ты их искусственно вводишь. Ты должен не искусственно вводить, а подводить и воспитывать, развивая все качества. Начиная с детской школы. Существует две школы. Это детская, юношеская и профессиональная. И чтобы были ступени развития детской, юношеской школы и профессиональная. Детская, юношеская с 6 до 12, профессиональная с 13 до 14. И на каждой ступени ты должен... И дальше должно происходить, что до 23 лет ты должен как-то развивать. А что будет происходить дальше? Вы же понимаете. Поэтому, ну, наверное, может, я чего-то не знаю. Ну, значит, может. Ну, наверное, в какой-то... Недавно вот в одной стране там вводили, потом отказались, потому что поняли, что идет падение. Но, ну, наверное, так будет лучше. Но, повторяю, произойдет падение уровня чемпионата. А уровень чемпионата в Белоруссии, я вам отвечаю, стоит на очень хорошем уровне. Ну, вот я смотрю. Значит, берегите вот этот уровень. Я призываю беречь вот этот уровень и идти дальше. Дальше я, как говорят, как будет, так будет, но жираф большой ему видней. Вы знаете, я скажу, что... Поэтому нужно очень внимательно следить за уровнем подготовки и чемпионата. Ну, значит, и чтобы молодые футболисты, ну, воспитывались достаточно серьезно. Если вам это, ну, скажем так, за свою футбольную карьеру... Я много очень воспитал футболистов. Наверное, ни один тренер столько не воспитал. И, скажем, реализовал их в будущее. И я представляю, что это такое. Если вам будет интересно, около 33 составов. Да, ну, и представляю, как готовится футболист. Поэтому, ну, я, как говорят, есть решение, ну, значит, надо его придерживаться. Ясно и понятно. Ясно объясню. Вот видите.